В этом году мы отметили 65-летие дипломатических отношений, установленных между нашими странами. Несмотря на все эти санкции, которые сейчас наложены на Российскую Федерацию, Шри-Ланка всегда остается другом. И мы считаем, что нет таких обстоятельств, которые смогли бы разрушить нашу дружбу и помешать ей. Мы продолжаем все наши отношения в всех сферах. Эдукация, фред, туризм, все, мы продолжаем все наши отношения. Я думаю, что сейчас это будет в очень сильном направлении. Мы продолжаем сотрудничать во всех сферах, включая сферу образования, торговлю, туризм и многие другие. И сейчас, я считаю, наверное, как раз все это идет в более интенсивном формате. В России, мы получаем большие отношения, которые мы получаем, как фуэл, и фуэл, и фуэл, и фуэл, и газ, которые мы получаем в России. В addition to that, мы получаем фуэл, и многое, многое, многое из России до Сри-Ланка. И сейчас, в новом развитии, мы получаем эти кемики тоже из России до Сри-Ланка. Как вы, наверное, знаете, что энергоносители, это нефть, уголь, газ, мы получаем из Российской Федерации. Также удобрения, мы их тоже получаем из России, и многое другое сейчас. А в настоящее время в Шри-Ланке огромное количество российских туристов прибывает. И я очень благодарна правительству Российской Федерации за то, что смогли согласовать 7 прямых авиаперелетов в неделю. Полный загруз самолетов. Мы настолько рады такому событию. Я знаю, что Россия очень любит Шри-Ланку, им нравится прилетать и смотреть красоты нашей страны. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех посетить наш остров. Кроме того, хочу отметить, что в области образования Россия по-прежнему предоставляет нам стипендии для наших студентов приезжать сюда получать образование. И в этом году Российская Федерация повысила это количество на 25%. И те ланкийские студенты, которые приезжают в Россию, они влюбляются в культуру страны, им нравится все окружение здесь. И они с гордостью заканчивают университеты. Несмотря на такие сложности, которые глобально происходят сейчас в мире, ничего не помешало нам продолжать сотрудничество во всех отношениях. А также россияне большие ценители цейлонского чая и самое большое количество цейлонского чая потребляются именно россиянами. Я думаю, что все, наверное, знакомы со вкусом цейлонского чая. Несмотря на некоторые краткосрочные проблемы с логистикой, мы их смогли быстро решить и по-прежнему чай из Шри-Ланки закупается в России. И, в частности, много других продуктов, которые приходят из Шри-Ланка, особенно coconut-based продукты, гем и жуэлли, многое, многое. И я координарую многое, 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 многое производство из Шри-Ланки и покупатели из России, чтобы уничтожить коллеги. Ну, помимо цейлонского чая, наша страна богата другими продуктами, и особенно сейчас популярна кокосовая продукция. Все знают драгоценные камни из нашей страны, и на настоящий момент мне нужно координировать много вопросов, связанных с деятельностью производителей и покупателей здесь по многим направлениям. Ну, я думаю, есть одна черта, которая объединяет народ Шри-Ланки и России. И, несмотря на те сложности и обстоятельства, которые мешают нам, мы становимся только сильнее и все равно добиваемся результата. Спасибо. 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 В Камеруне два языка государственных, это французский и английский. И, кроме того, конечно, африканский камерунский язык. И поэтому танго иногда говорит на всех трех языках, поэтому иногда у меня может возникнуть небольшая трудность в переводе, так как я английский знаю, французский не очень, камерунский пока нет. Спасибо. И это исторически сложилось, когда одна часть была, ну, как бы так сказать... Да, да, английская и другая французская. И танго обычно больше говорит на французском, на английском не так часто и хорошо. И просто, конечно, ему хотелось отметить вот этот важный факт нашего сотрудничества, что наш тренер по футболу вывел команду Камеруна на первое место. Это очень приятно вспомнить. И в Камеруне проживает 25 миллионов человек. Это центр Африки. И рассказывает про СИМАК, это африканская ассоциация, которая объединяет по экономическому сотрудничеству всей центральной Африки. И штаб-квартира находится в Камеруне. И в Камеруне производится огромное количество продуктов питания. И у них самая лучшая еда в Камеруне. Самая вкусная авокадо, киви. И все, что здесь в России, это просто копия. Да, вот я спросила, когда же мы попробуем самые вкусные авокадо и киви в нашей стране? Он говорит, пожалуйста, приезжайте, пробуйте и налаживайте бизнес по поставкам в Россию. Да, и вы получите огромное количество солнца, витаминов, соков. И огромные возможности в сельском хозяйстве в Камеруне. Бесиде Коту-де-Вуа и Ганна, мы один из основных производителей кофе и какао. И мы основные производители кофе и какао. И у нас также много золота, месторождение золота. Бриллианты и много других минеральных богатств. И в Камеруне очень много натуральной чистой воды и очень много рыбы. И мы практиковали рыбу, я, и я, и из семьи. Моя папа использовал много цветных рыб, которые никогда не видел. И сам Танго из семьи рыболовов, и они видели такое огромное количество рыбы, которые, наверное, мало кто в мире видел. И вам необходимо просто приехать в Камеруне. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим, Танго Гианко, за приглашение. И следующее слово. Любарто Сартое, представитель Министерства торговли Индонезии, партнер торгово-промышленной палаты Кандид Индонезия. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дамы и господины. Я буду говорить на русском языке. Мне это, да, с вашего позволения. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваше представительство. Я приветствую вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Представителей посольства. И у вас это замечательный тренд, который длится уже несколько лет. Это развитие женского движения. Уже мы слушатели. Онлайн и присутствующие здесь физически. Очень приятно вас видеть. Да, действительно, я представляю Министерство промышленности торговли Индонезии. Торговую палату Кандид Индонезии. Президент компании Орвала. Компания Орвала состоит из 80% из индонезийцев, которые учились в России. Говорящих на русском языке. Которые уехали в Индонезию. И, соответственно, помогают нам вести бизнес между Индонезией и Россией. Также я являюсь членом правления общества дружбы Индонезии и России. Здесь, в России. Вот, в Новом Арбате, в Совете Федерации. И так далее. В общем, регалий достаточно много. Суть не в регалиях. Суть в том, что мы делаем. Делаем мы следующее. Я буквально два дня тому назад приехал из Индонезии из последней, из крайней поездки. Два месяца занимало. И первым мероприятием это была большая выставка глобальная в Юго-Восточной Азии. Называется она Trade Expo Индонезии в Джакарте. Которая объединяет разные направления. От фуда до косметики и так далее, и так далее. Разные направления. Со мной в моей поездке в бизнес-миссии участвовали порядка двадцати российских компаний. То есть со мной ехал я не один. Со мной ехал российский бизнес, который был заинтересован в этом мероприятии. Мы организовывали для него это участие. То есть это был стенд, на котором показывал продукцию Российской Федерации. Это были определенные встречи. Потому что Индонезия не простая страна. Так просто можно поговорить. Но для того, чтобы завязать отношения, завести какой-то определенный бизнес, интерес, нужна определенная специфика, в которой мы помогаем. Были определенные встречи на высшем уровне. Торгово-промышленной палате. Были подписаны МОЮ. Это Меморандум of Understanding. Такой документ, который не сильно популярен в России. Но вот в Индонезии это первый документ перед тем, как завязывать такие либо отношения. После того, как была выставка, был вояж представителей в том числе российского бизнеса по Индонезии. Не по всей Индонезии, потому что это 17 тысяч островов. Сложно представить себе, что это такое. Это четвертая страна в мире по населению. Это 285 миллионов человек, живущих там. Это седьмая экономика в мире. Это страна добывающая, растущая, год к году прирастающая. Это со стабильной валютой. В общем, все возможные возможности, они есть. Так вот, мы проехали по Индонезии, по части, точнее, Индонезии, по Яве. Мы были в Центральной Яве, мы были в Джогджи. Это город, так скажем, старая столица. Есть Джакарда, а есть старая столица. Это культурный центр. Потом Сурабай, а потом, соответственно, Бали. Всем известная Бали. На Бали мы были на трех мероприятиях. Первое мероприятие – это было Investment Forum. Второе – это было B20 и, соответственно, G20. Все три мероприятия, они объединяются в одной. Просто здесь, в России, не сильно освещается только G20, мы знаем. А на самом деле это ряд мероприятий – Investment Forum, то есть Инвестиционный форум, Форум Бизнес, бизнес-20 и, соответственно, G20, государственный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!